За один день на барнаульских дорогах сбиты двое детей на велосипедах, причем не на проезжей части, а во дворах многоэтажек. В ГИБДД заявляют, что такие аварии случаются, когда автолюбители теряют бдительность, съезжая с транспортной магистрали, а маленькие велосипедисты полагают, что двор – это безопасное место. О других дорожных новостях Алтайского края расскажет Галина Юмашева в пятничной рубрике «Автоновости». Ловлю на живца устроили сотрудники ГИБДД вместе со спасателями. Приманкой служил красный автомобиль пожарной охраны, который ездил по улицам Барнаула с включенной сиреной, а экипаж ДПС следовал позади крикливой машины. По правилам ее все должны пропускать, невзирая на цвет сигнала светофора или преимущества в движении. Однако есть те, кто этого не делает. К примеру, за 4 месяца 2014 года инспекторы краевой столицы установили 23 неуступчивых водителя, а во время акции нашли еще четверых, причем один из них ехал на учебном автомобиле. Всем нарушителям выписали штраф в 500 рублей. Эта акция была проведена с целью приучить водителей пропускать специальные транспортные средства со включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, чтобы когда такие транспортные средства действительно спешили на какой-то вызов, водители уже были готовы пропустить. Интернет полон роликов дорожных выкрутасов тех, кому еще рано быть шоферами. Из-за одного такого водителя теперь грозит Магадан или что-то подобное сотруднику полиции. В Тюменцевском районе он остановил автомобиль, которым управлял 9-летний мальчик. Руль ему доверил нетрезвый отец. Чтобы пресечь правонарушения, инспектор ГИБДД попытался забрать у юного водителя ключи от машины. Да так расстарался, что сломал ребенку палец. По данному факту, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». И напоследок об авариях. В Барнауле 12 мая Toyota Corona перевернула висту с колес на голову. Столкновение произошло потому, что водитель первой не увидел красный сигнал светофора и выехал на перекресток. По сообщению ГИБДД в этом ДТП травм никто не получил, а плоховидящему шоферу выписали штраф – 1000 рублей. 14 мая на центральном проспекте краевой столицы Toyota Chaser припарковалась на кустах. Ее 26-летний рулевой не справился с управлением и, как говорится в сводке происшествий, допустил наезд на препятствие. Благодаря его мягкости никто не пострадал. Однако на шофера составлен административный протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Галина Юмашева, Андрей Печоркин. Наши новости.